С каждым годом число заболевших сахарным диабетом растет в геометрической прогрессии. Сейчас им страдает 422 миллиона людей во всем мире. А это 6% от общего числа всех живущих на планете. Среди основных причин болезни считается негативная экологическая обстановка и малоподвижный образ жизни. О лечении и профилактике смотрите в сюжете Алиси Алисюк. Россия находится на четвертом месте в мире по количеству больных диабетом. Ежегодно от сахарного убийцы в нашей стране умирают по 200 тысяч человек. В России им страдает 4,5 миллиона пациентов. Только за последние 6 лет диабетиков в России стало на миллион больше. Этот недух развивается незаметно, поэтому предполагается, что больше половины больных вообще могут не знать, что он у них есть. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни сопутствуют нарушению работы поджелудочной железы. Каждый человек должен знать, должен эту информацию откуда-то получать, что ему более полезно. Съесть булку, фастфуд, пиццу, либо съесть нормальное, хорошее питание, чтобы это было белковое питание, рыба, белок, фрукты и овощи. Преддиабет развивается практически бессимптомно. Мы, эндокринологи, как бы рекомендуем обязательно каждому человеку проходить диагностику хотя бы один раз в год на определение уровня глюкозы крови натощак. После постановки диагноза сахарный диабет пациенты при правильном лечении еще могут прожить больше 15 лет. Этот показатель средний, потому что большинство впервые ставят это заболевание после 60 лет. Сегодня только в Воронежской области эта болезнь есть почти у 90 тысяч человек, а это 4% населения региона. Сахарный диабет стал социально значимым заболеванием, поэтому таким больным по закону положены бесплатные препараты. Лекарцы за свой счет диабетику обойдутся минимум в 3000 рублей, плюс еще расходы на специальное питание. Здесь должна быть и диета, и хорошо подобранное лечение медикаментозное сахарного диабета. Потому что без диеты, какую бы мы великолепную, прекрасную таблетку или инсулин не назначили пациенту, если он не будет соблюдать диету, мы компенсации сахарного диабета не добьемся. Диабетику рекомендуют в день употреблять не больше 1200 калорий и проходить пешком ежедневно не меньше 5 километров. Правильному питанию обучают в школе диабета. В каждом кусочке по 70 грамм – это 100 килокалорий. Вот посмотрите, сколько здесь калорий у нас в мясе. Три кусочка по 70 грамм – 210 килокалорий. Сто лет назад люди с этим тяжелым недугом жили не больше полугода. Нечем было лечить. Инсулин для диабетиков был изобретен молодым канадским ученым из Торонто Бантингом в 1922 году. Сахароснижающие таблетки придумали в середине 50-х годов 20 века. Сахарный диабет также опасен тем, что может привести к гангрене, конечности и ампутации. Наша задача – предупреждать эти ампутации, оказывать помощь вовремя, ориентироваться, что нужно пациенту в данный момент. Мы стараемся, чтобы пациентов как можно меньше было высоких ампутаций. Опорная функция стопы – когда убирается один пальчик, два пальчика, то стопа начинает деформироваться, нагрузка перераспределяется на другие части стопы, и там появляются уже нарушения трофики, более серьезные, которые чреваты более серьезными последствиями. Поэтому сохранять скелет стопы, ее форму – это самая главная задача. Еще одно осложнение при сахарном диабете – глазные заболевания. Диабетическая ретинопатия, глаукома, катаракта. Высокий показатель сахара в крови при диабете может вызвать отек хрусталика. Осложнение идет на сетчатку, бывает кровоизлияние, и люди теряют зрение. Это очень сложное осложнение. Обратимый процесс? Бывает обратимый, а бывает и нет. По-разному. Причину появления диабета врачи до сих пор не открыли. Этот недуг дает осложнение на сердце и сосуды. При нем могут отказать печень и почки. Причем по какому органу ударит болезнь, предугадать невозможно. У всех она протекает по-разному. При диабете первого типа поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Им, как правило, заболевают до 30 лет. При втором типе в основном болеют люди старшего возраста, и им назначают таблетки. Сто лет назад, когда еще не было препаратов, люди с этим тяжелым недугом жили не больше полугода. К сожалению, с диабетом хоть и можно жить, но не всегда полноценной жизнью. Чаще человек получает инвалидность и вынужден находиться в четырех стенах, даже несмотря на прогресс в медицине. Особенно часто такое происходит с больными первого типа, которые вынуждены несколько раз в день делать инъекции, что не так удобно, как принимать таблетки. Возможно, когда-нибудь появится лекарство, которое полностью излечит от сахарной болезни. Олеся Лесюк, Сергей Пеляев, 41 канал.